Продолжение следует... Итак, когда этот мальчик задал вопрос, он замолчал. Тогда Пророк, мир ему и благословение, подозвал нас. Абдуллах ибн Умар сказал, что Пророк, мир ему и благословение, подозвал нас, как будто хотел сказать нечто важное, что-то запоминающееся. Он сказал, «О благородные мухаджиры, о переселившиеся». Он обратился к Абубакру, Умару, Утману, Али, к тем, кто переселился из Мекки в Медину, потому что это было в мечети Пророка, мир ему и благословение. Он сказал, «О благородные мужчины из мухаджиров, есть пять плохих вещей, которые произойдут. Они произойдут в моей умме, к концу времен». Я прибегаю к Аллаху, Великому Неславен. От того, что это не произойдет в наше время. Очень сложный вызов. Он сказал, «И я хочу, чтобы это особенно послушали молодые люди, и косвенно родители. Закройте одно ухо и откройте другое». Он сказал, «Первое, когда сексуальная непристойность широко распространится, и станет обыденностью в моей умме». Этого не произойдет, пока они не начнут совершать это публично и говорить открыто об этом. Что значит? Они будут чувствовать гордость, говоря об этом. Они будут чувствовать благо от разговоров об этом. Они не будут совершать это, но будут говорить об этом открыто. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Они будут заявлять об этом, они будут афишировать это». Вы знаете, что это значит? Это значит, когда вы находитесь в школе, к примеру, в средней школе, и вы слышите, что ваши друзья говорят, что «Я была со своим парнем», или парень говорит, «Я был со многими девушками». Они на самом деле лгут вам. Это неправда. А затем вы идете и делаете это, потому что думаете, что все это делают. Сегодня ведутся целые исследования, рассказывающие нам, изучающие учеников средней школы, молодых людей, почему они совершают ЗИНА. Они говорят, что думают, что это делают все, а они нет. И все любят афишировать себя таким образом. И ЗИНА сегодня не афишируется просто так, говоря, «Я был с тем человеком» или этим. Сегодня это афишируется в медиа, в косвенном виде. Как? Путем позиционирования себя, как парня и девушки, в интернете, перед другими людьми. Такой вид позиционирования, это вид сексуального позиционирования, мои братья и сестры в исламе. То, что они делают со своими губами, глазами, лицами. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, они будут афишировать ЗИНА. Вы знаете, как называются эти губы? Как? Утиное лицо? Как? Утиное? В любом случае, они дали этому какое-то название. Эти вещи были взяты из царства бабуинов. Вы знали это? Он изучил зоологию. И я говорю вам, что он взял это из царства бабуинов, потому что бабуин имеет большую красную пятую точку. И я не говорю сейчас о помаде или унижении чьего-либо достоинства. Нет, нет, нет. Я просто говорю, что они демонстрируют это, чтобы их так называли. Сейчас это показывают парни и девушки. Я не говорю лишь о женщинах. Я также говорю и о мужчинах. В этом я же не женофоб. Я говорю. Я говорю про афиширование сексуальных данных и сексуальных образов. Извините, если я повторяю эти слова много раз. Потому что мы живем, и я говорил об этом однажды, в гиперсексуальном обществе. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, это то, что произойдет. И это сейчас наиболее распространенная вещь. Наиболее распространенная вещь. Люди умирают за это. Это уже стало эпидемией. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, зина распространится. Он не говорил о неверующих. Он говорил об умме. Он сказал, в моей умме. Она впадет в это. Затем он, мир ему и благословение, сказал, затем, помяните мои слова. Он сказал, затем, попомните мои слова. Чума, голод и заболевания, которых не было среди тех, кто жил до них, появится и распространится среди них. И это называют тахун. Тахун – это неизвестная болезнь. Что просто приводит к смерти человека. И нет этому лечения. И он сказал, будут болезни, которым не будет лечения, которые станут распространяться, как эпидемия в моей умме. Сегодня мы имеем ВИЧ, СПИД. Мы имеем заболевания, передающиеся половым путем. И теперь ко мне поступают вопросы от общества мусульман. Брат говорит мне, я хочу отметить юбилей свадьбы. И люди приходят и задают мне вопросы. Могу ли я отметить? Я сказал, да, почему нет? Я получаю и вот такого рода вопросы. Брат, могу ли я сказать этому человеку, на ком я собираюсь жениться, что у меня болезнь, которая передается половым путем? Вы думаете, они не задают мне такие вопросы сегодня? Задают везде. Я говорю, да, вы должны говорить им, потому что это заразная болезнь. Они говорят, а что, если у меня все под контролем? Я пью некоторые таблетки. Ну, а если у тебя не будет таблеток? Это все усугубится. Если она забеременеет, родится ребенок, и ребенку автоматически передадутся эти половые заболевания, разве ты не знаешь? И эти вопросы возникают среди мусульман. Знаете почему? Потому что люди говорят, если это мусульмане, они говорят, я не совершаю зина, но они делают все остальное. И посмотрите, что происходит. Пророк, мир ему и благословение, говорил нам, знаете, почему я начал с этого? Вы, вероятно, подумали, почему я начал с этого? Мы говорим о судном дне. Это и есть последние дни судного дня, последние тысячи лет этого мира. И до скончания времен. Это то, что будет происходить с нами. Итак, пророк, мир ему и благословение, сказал, это то, что будет происходить с нами. Пять вещей. Вторая вещь. Он сказал, они начнут плохо отмерять, недовешивать и обманывать на весах, из-за чего их постигнет засуха, недостаток продовольствий и тирания правителя. Возможно, не тут, в Австралии, но на 60% земного шара это происходит в умме. Они живут обманом, ложью и предательством. Это происходит и здесь, в Австралии. Если вас не поймают на законных основаниях, к примеру, я дам вам пример. Мусульманин хочет купить машину у другого мусульманина. Один мусульманин говорит, «Клянусь Аллахом, ты знаешь, во сколько она мне обошлась». Другой мусульманин поверил ему, потому что тот поклялся Аллахом. Затем поверивший мусульманин шантажирует его. Как он его шантажирует? Используя аяты, Корана и Хадисы. Он говорит, «Брат, Аллах сказал, и Пророк, мир ему и благословение, сказал, полюби для своего брата то, что ты полюбил для себя. Я твой брат, отдай мне ее по более низкой цене». То есть, один брат прибегает к клятве Аллахом, а другой к хадисам, и каждый из них шантажирует религией друг друга и третьих лиц. Это и вынуждает меня сегодня привести хадис Пророка, мир ему и благословение, где он сказал, и это у Ибн Маджи. Он сказал, «Люди будут использовать религию ради мирской выгоды». Это будет в конце времен. Они будут использовать религию ради мирской выгоды. Они будут использовать религию ради статуса. Посмотрите на меня. Я шейх. Теперь вы слушаете меня. Я жена шейха. Слушайте меня. Я такой-то, такой-то человек. Вот мои хадисы и аяты. Теперь я заставлю верить людей в то, что я говорю. Я буду тем человеком, которого все будут слушать. Сегодня это приняло уже уродливую форму, потому что все стали прятаться за именами пользователей на компьютере. И сегодня даже самые застенчивые люди стали самыми громогласными людьми. Сидят в своих спальнях, прячутся за именами пользователей, чувствуют себя прекрасно и пишут все, что хотят. Они всегда в онлайне. Вот откуда берутся фетвы. И люди верят в некоторые такие вещи. И я не знаю почему. Этот мир, в котором мы живем, использование религии ради мирской выгоды. Третье, он сказал, они перестанут выплачивать свой закат. Сколько людей знают о законах заката в исламе? Каковы правила заката? Как вам выплачивать закат? За что вы должны давать закат? Я уверен, Маше Аллах, что многие из нас знают и осведомлены о финансовой системе ислама и о банках, в которых начисляются проценты. Потому что многие мусульмане говорят, что это еще за такая исламская финансовая система? Я просто пойду в банк и также буду управлять сделками. Они говорят, это просто сделка, просто название другое. Если вы все такие специалисты по исламским финансам, почему они ничего не знают о закате? Это то, что сказал пророк, мир ему и благословение. Люди будут невежными в своей собственной религии. Номер четыре. Они будут предавать обещания и приверженность Аллаху до такой степени, что враги не из их числа завладеют и будут контролировать их имущество. Сегодня миллионы и миллиарды долларов выделяются неверующими, которые имеют дело с этим в наших собственных странах, чтобы управлять нами. Братья и сестры, пророк, мир ему и благословение, сказал, что пятой вещью будет то, что их правители не будут судить по книге Аллаха, а будут выбирать то, что подходит для них самих. Тогда Аллах обязательно проклянет их, посеет между ними разобщенность и вражду. Я говорю вам, это не только правители, но и все остальные. Каждый сейчас называет себя правителем. К примеру, в средствах массовой информации. В чем заключена разобщенность и раскол уммы? Мы сыпем проклятиями друг к другу. Мы не разговариваем друг с другом. Мы встречаемся лишь в Фейсбуке. И это правда. Люди уже не встречают никого. Они не дают салям, кроме как тем, которых они знают. Другими словами, это общество стало очень индивидуалистическим. Мы живем в таком обществе, где есть только я и лишь я, и никого, кроме меня. Пророк, мир ему и благословение, сказал, что перед судным днем будет так. Я, я и лишь я. Три самых используемых слова сейчас. Братья и сестры в исламе, Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, что ближе к судному часу, к судному дню начнутся крайние проявления фитны. Фитны. Фитны, испытания и беды. Вы станете свидетелями их проявления. Он использует здесь очень сложное слово. Появится, то есть это означает, что будет перед вами. Вам даже не надо будет искать это. Это будет перед вами. Так же, как и торчащие соломинки из соломенного коврика. Их там много, и они показываются из коврика. Так же и фитна. Будет перед вами, как все эти отдельные соломинки в соломенном коврике. Если вы видели соломенный коврик, в нем десятки тысяч соломинок, возможно, и сотни тысяч, вы смотрите на соломенный коврик, вы видите каждую соломинку отдельно. Разве нет? Разве вы не видели их вид, как они расположены? Все как один. И Пророк, мир ему и благословение, использует тут метафору. Он говорит, что испытаний ближе к тому дню будет так много, что когда вы взглянете на них, вы увидите их все как один перед собой, и вы распознаете каждую из них. Фитна за фитной, фитна за фитной, смута за смутой. Каждая проявит себя перед вами. Он говорит, будет два сердца, ближе к тому дню, два сердца. Вид одного сердца будет благочестивым, а вид другого будет мутным, зловонным, уродливым и темным. Чистое сердце будет отвергать эти испытания и будет пытаться отдалиться от них. А мутное и темное сердце, напротив, будет делать что? Принимать и любить это. Однажды я проезжал мимо своего дома и направлялся на соседнюю улицу. На этой улице движение машин в обе стороны. Машины едут в одну и в другую сторону. Итак, если вы едете в одном направлении, очень трудно обгонять другой автомобиль. Как только я добрался до кольца, там была автобусная остановка. Я посмотрел на автобус, стоявший в нескольких метрах от меня, прямо на задней части автобуса была огромная наклейка. Женщина. Она была частично раздетой. Вы, скорее всего, не будете шокированы, потому что это уже обыденность, не так ли? Это норма или нет? Нормально или аморально? Очень даже нормально. Нормально. Вы катаетесь с детьми, они видят это. Это очень даже нормально. Я сказал себе, я лучше объеду этот автобус, потому что если я его не объеду, автобус будет прямо передо мной. И я не мог объехать, потому что машины ехали повстречной. И я смотрел на автобус, в противном случае я бы попал в аварию. На что я смотрел? На наклейку. И автобус ехал передо мной. Как силен шайтан. Автобус едет передо мной. Что мне делать? Ехать позади этого автобуса или попытаться его обогнать? Тогда я попаду в аварию, пока автобус, альхамдулилля, не свернул. Астахфируллаху али-адзим. Я сказал, правдив пророк, мир ему и благословение. Вот она истина. Фитна будет перед твоими глазами, так что ты не сможешь убежать от нее. В эти дни и эпоху. На днях брат говорит, брат, я опустил свой взгляд на землю, а на ней я вижу журнал с очередной женщиной. Я отвернул взгляд от него, посмотрел в сторону. Прямо на витрине в магазине появилась еще одна. Ахамля ва ляпкуа тайля билля. Ты хочешь прочесть свой почтовый ящик, бах, прямо перед тобой это нежелательная почта. Иногда появляется, разве не так? Везде, пятилетний и шестилетний сейчас, смотрят на вещи, которые они должны смотреть в 9 лет. Аллаху Акбар. Унесенные ветром. Порнография сегодня стала распространяться, как эпидемия. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, перед судным часом будет время, когда люди будут смотреть на это, как на обычное явление, до такой степени, что вы будете видеть людей, совершающих акты Зина, на обычных улицах, где люди будут проходить мимо, на общественных площадях, и люди будут воспринимать это как обычное и простое явление, и будут говорить, это так мило смотрится, но не могли бы вы этим заниматься немного в сторонке, немного подальше от людей, позвольте нам пройти. Люди смотрят на это обычно. Сейчас мы ушли еще дальше, чем это было возможно несколько десятилетий назад. Сейчас это выглядит более ужасно. Люди уже не выходят на улицы, они внутри своих домов. В мое время, мои родители, если они меня отправляли в комнату, это было тюрьмой для меня. Сегодня, если же ты отправляешь ребенка в спальню, это рай для него. Дай ему айпад, телефон или компьютер. Да им и не нужен компьютер вообще. И весь мир будет у их ног. Ему не надо выходить никуда. Братья и сестры в исламе, клянусь Аллахом, это эпидемия.